Сильм о зимнем лыжном походе на перевал Дятлова в 2024 году. До 65-летия трагедии. Проведены десятки экспериментов и измерений. Снято более 10 часов в видео. Сделаны сотни фотографий. Проведено три холодных ночевки, без печки, на месте палатки группы Дятлова. Произвели спуск всех участников от леска палатки к знаменитому кегу, где были найдены тела туристов. Давай, Стас, давай! Терпи! Все это было невероятно тяжело. Смотрите, как все это было во всех подробностях. 27 января, полчетвертого утра. У нас в три часа поезд только что прибыл. Прибыл на вокзал. Мы сошли с поезда вот зимний ночной Екатеринбург. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка в скорый поезд номер 117. Сообщение. Новогузнецк, Москва. Отправление поезда в три часа. 44 минуты. Так, это Стас. Это Ольга. Все счастливы и довольны. А вот это вот, а вот это наши вещи. Совсем не наши. Да. В том числе и другие. Это мы собрались не в поход, а вообще на пляж для отдых, судя по количеству вещей. На матраске какой-то. Научная экспедиция со следовательскими целями. Да, вот это наш груз в этом Соболе. Это одна из машин, да? В этой машине лавинчики едут. В этой машине только Стаса Евдокимова едет. Да, это Стаса. Все остальное наш и едет с Федотовым. Да. В другой машине техногенчики в этой лавинчике разделили, чтобы не дрались. А Кольским пешком туда идет. Вот Алексей. Вот там встречу. Встретил? Да, да, да. Он быстрее нас добил. А, вертолюки. Не, или ты как, на лыжах туда? Куда ходи? Алексей на связи, нас будет контролировать через спутники. Да. С космонавтами, как говорили, на встрече. Все нормально. А, Кейс, где группа? Сейчас посмотрим. Так, мы находимся прямо на парковке Майенс Парк Отеля. А вот Ирина. Я у меня вот. У меня вот мой рюкзак недостаточно. Она на легке. Да, я легкоход. Она уже опытная в этом плане, да. В отличие от Стаса. Да, да. Стас на тяжеляке идет. Стасу надо ловить, а цифровать. Стас сразу взял целый вагон, подкупил, чтобы это все увезти. И два багажа. Три лопаты, три фотоаппарата отечественных. Да, да. Ну и так далее. Если бы три, то превращаются. Что ли, то есть у них все равно двое, где пара выше? Он сказал так, говорит, у Золотарева было два фотоаппарата. Чем я хуже Золотарева? Беру три. Загрузились. Пока счастливые. Да, пока еще счастливые. Мне всех не надо для синхрона. Идите, все. Короче, вы все не нужны. Уходите, уходите. Вы хотите фотографию сделать? Андрей-то что-то записать хочет просто. Два слова я скажу, что вот мы собираемся. Кого все посреди, давайте послушаем. Не, не надо, не надо. Он говорит, меня только почему. Зачем я все не понимаю. Ну, вообще, все не нужны. Просто не надо. Все настроения чуть похоже сейчас. Ладно. Как скажет, так и... Я снимаю Андрея Гусельникова, как он берет интервью. Уже. Наша экспедиция собирается... Нет, нет, открывай, хотел. А, нет, я скажу... И говоришь про трекула. Нет, я скажу два слова, а потом открываю. Давай еще раз. Наша экспедиция. Подожди, стой. Не наша экспедиция. Офигенные кадры. Я тебе вопрос задам. Давай. Леш, в чем задумка этой экспедиции? Наша экспедиция должна пройти на лыжах по маршруту перевала Дятлова. Этим путем уже 25 лет никто не ходил. Перед нами были наши предшественники. Алексей Коськин, он стоит рядом с нами. Но после них, после группы 99-го года по этому маршруту не ходил никто. Поэтому мы сейчас хотим возобновить эту практику, когда все идут именно аутентичным дятловским маршрутом. Для этого мы с нашими участниками загрузились, готовы к отправке. У нас здесь 3,5 куба снаряжения. Это, конечно, не все, но это вот те, кто у нас сидят здесь в машине. Идет с нами еще вторая машина. И там, соответственно, вещей и людей еще столько же. А это лыжи? Да, это что-то похожее на лыжи. Да, да. То есть все пойдут как дятлосы? Да, да. Это лыжный поход. Но он будет комбинированным. То есть мы где-то, возможно, и пешком даже пройдемся, где участки позволят. Где-то даже пройдем на техподдержке там в снегоходах. Но основной нагрузкой маршрута это именно лыжный поход. Вот это все будет как у дятлосов. Потом другой давай. А, пускай будем. Поехали. Так, приехали в фонд. Алексей нас привез в фонд, чтобы попить чаю перед выездом. Вот счастливая Ирина. А с тобой, кстати, чайку крутят. Почему мы тесны? Там только чай есть. У меня вот тут есть сухофрукты, орехи. Вот тут все есть у меня. Ну, люди как-то берут сама. Пробегали. Здрасте, все. Ну, самые серьезные участники. Да. Согласен, говорите, как-то не знаю. Ха-ха-ха. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Снять. Нормально журналист такого не сделает. Вот это не направишь на место. Ты лучший. Лучший из лучших. И вот мы в фонде. Я могу. Да. Очень важно обязательно перед экспедицией зайти в это святое для нас всех людей, исследующих депловедение место. Так сказать, зарядиться энергией, получить позитивные ощущения, какие-то вот настрой. И тогда обязательно экспедиция проходит вот так вот. Это проверено много-много раз. Все, заходим тогда. Заходим. Кто-то у нас здесь впервые, да, у нас? Да. Так вот, смотри. Насладись этим местом. Мы с Ольгой впервые. Это легендарное место. Да. Место легендарное. Кто разделся, проходите вот сюда, в эту вот дверку. Так сказать, это на благословение прибыли в фонд, чтобы наша экспедиция получилась как надо. Подкиньте тапочки. Три тапочки есть одинаковых. Могу все сведать. Нет, достаточно двух. Третью еще не отрастила. Это запасная. Третья не лишняя, третья запасная. Че, куда в музей? Перевязал, Леш? Да, что это? Так. Библиотека. Ох, какие картины. Даже пахнет стариной такой. Пахнет такой. Пахнет историей легендарными людьми. Сколько тут знаменитых людей перебывало. Я даже пусть сосчитать. Все можно пока понаслаждаться. Да, пока расслабимся здесь чуть-чуть. Алексей, скажи честно, вот именно в том сейфе лежат все секретные документы по поводу трагедии. Нет, ну ты практически угадал, потому что на самом деле вот этот сейф, это дверка к другому сейфу. То есть это как бы предсейфе такое. Если кто-то проберется через него, то сможет попасть к основному сейфу уже. И вот там... В другой комнате, видимо. Да, в соседней квартире. А там хранится разгадка того, что с ними случилось. Все думают, что разгадка лежит вот здесь, в этом фонде, да, а она лежит в соседней квартире-то, да. То есть просто, ну, я вам этого не говорю. Это секрет. Так, сейчас я сниму этот сейф. Вы это не выкладывайте, не готово. Не-не-не, мы об этом никому. Дрюш, ты так и опубликуй новость, напиши. Мы снова в старом добром, в старых добрых стенах фонда. И нас пришли, значит, проводить даже наши замечательные друзья, коллеги. Вот Андрей Гусельников, Алексей Косткин. Все они несут, да, вот несут чай. То есть попьем чай и увидимся уже сюда. На север. Сколько часов везде? Ну, так, грубо ориентировочно, часов 14, это с остановками. То есть у нас будет много заправок, мы будем ехать от заправки к заправке в связи с прожорливостью наших машин. А ты на Соболе едешь до Вижая? До Вижая, да, мы поедем до Вижая. Соответственно, через Серов выведены, мы заезжать не будем. А до Вижая, что-то нормально? Да нет, будем надеять, что везде нормально. Просто расстояние там около 650 километров нам предстоит преодолеть, плюс несколько раз за день покушать. То есть вот эти остановки, плюс общая скорость движения у нас, конечно, не самая скоростная. У нас едут загруженные автобусы всяким снаряжением. То есть, ну, вот будем ехать так, осторожно, чтобы с живыми доехать до места, где мы слезем с них и начнем уже пеший маршрут. В Серов мы же будем заезжать? А, Серов мы мимо проезжаем, по обездной. Сам Серов мы не посмотрим. Вивдиль тоже мы проедем, правильно? А, вот Вивдиль через Уфель проезжаем. А, проезжаем, да? Регистрироваться сейчас, что интересно, можно не только в Вивдиле, сейчас визжая, чтобы тебя внесли в списки. Они еще там дают какую-то оперативную информацию, там, про рейки, еще про что-то. Ну, то есть там с ними постоишь, там, здесь мы поговорим, что-то раз новое узнал. Так что, ребятам Чеслосы, вам огромное спасибо, вы такие чуткие, добрые, там, настоящие такие мужики. Так, и пройдем во вторую комнату. Здесь Юрий Константинович не раз нам показывал. Что-то не совсем прибрано. Что только не показывал Юрий Константинович. Да. Я помню, вот тут здесь он прямо стоял и пленки вот не ставал. Так вот, еще один сейф. Может быть, тут разгадка. Не в том сейфе. Леги, гиди, жалей, ты что, не говори никому. Никому бы это мне и рассказывали. Да. Вот где они скрывают все разгадки-то. Ох, какие. Классные. О. Ну, как бы, в одном доме, нет, я покупала одну. А, да, да, то есть, ну, мягкая обложка. У меня выжила, да. У меня такой же, да. О, нет, Юдина уже быть не могла. О, не Юдина, господи, естественно, он в 13-м году умер. Кунцевича и, да, и Бортоломея. Так, Согрина. Это вот Архипова, да? Катархипова, да. Илька, как называется там? А, смерть под грифом секретная. Часть вторая, мертвые узелы, там, часть первая. У меня все это есть. Снаряжение туристов. Так, вот, иди ко мне сюда. Так вот, ну, то есть, вот, начинается от Ауспи и вот так вот до... Снежная доска, да? Ее оттуда и притащили вообще-то. Мы все это притащили, но сейчас нужно вернуть. Да. Вот, мы на тебя рассчитываем, что ты это... Раз все это снаряжение притащил, ты это уже тебе вообще... А где она найдена? Это обшивка от ракеты. А мы тебе покажем. На месте палатки найдена. Ты думал, Лавина, что ли? Ты сейчас от нас много нового узнаешь. А упавшая ракетина, она ведь сошла Лавина, выяснили. Осторожней. Сейчас так ровно. Плашмя обрезалась в склон и инициировала. Это сход пластика. А, у меня есть эта карта тоже. Может, какие-то исторические предназначения, но им принадлежавшие, нет? Да, 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 да. У меня и двухторник есть. Кто-то принадлежавший фондов с Кимиром. Вот, славка. Сляжка. Вот, пожалуйста, новость про эту штуку. Вот, или она просто, ну, из-за этого времени. Помятая. А, нет, нашли. Лавина подержала. Доскользь. Я не считаю. Стас, про эту штуку. Что это? А, вот эту штуку. Вот, пожалуйста, место палатки. Вот она, вот она, вот она. Смотри, какая тяжелая. Ну, она не на самом перевале. Сейчас, сейчас иду. У этой находки целая история. Я обнаружил еще 10 лет назад, в 2008-м, примерно в 4 километрах от перевала в сторону... Ну, она бы, если прилетела, она просто человека разрубила. Когда ее заберут. На дне. Рядом, рядом. Когда мы шли по хребту, не по тропам, а напрямую по компасу, нашли ее, значит, вот рассказал Александр Зарубин. Был густой туман, после большого камня останца остановились. Смотрим, она лежит рядом. Это кто-то берет, чтобы не буксовать ребрицей. Туристы фотографировали странный предмет, нарушили не забирать его, а припрятать, отметив точку в GPS-навигаторе. Она только кажется легкой, первые 100 метров, на самом деле, есть ее очень тяжело. И вот у нее ребра подкладываются под колеса, и ты начинаешь движение, раз, и поехали. Алексей, вот это ящики Юдина, нет? Я не знаю насчет Юдина. А, то, что его вещи-то, да? Вот это. Вот, слушай, вот что сейчас в них положено, я не знаю. Может быть, это чай в библиотеке просто так сложились. Вообще, это экспедиционные ящики. Мы их в экспедиции брали. А, мы же видели, это у Криана Концевича, да, там, по-моему? Нет, там стоят непрозрачные, используют срочные пластмассы. А, вон, наверное, смотри, вон, 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 видишь, у те, наверное, вещи люди, да? Ну, архив. Ну, он где-то здесь есть, однозначно, то есть, то, что Елефимович оставил, это где-то было привезено сюда, конечно. Да, это кусочек, да, это кусочек вылезает. Нет, это они кому-то отдавали на экспертизу. Кусочек этот? Да. И что, экспертиза показала? Экспертиза определила, что это не лавина. Нет, а... Сколько взяли за это? Я бы тоже определила. У вас 30 тысяч, это не лавина. А еще за 30 мы скажем, что это и не гирижабль. Интересно, как она могла прилететь одна. Ну, во-первых, в атмосфере могло разрешение произойти, во-вторых... Вот, все равно, где-то в районе 30 километров они бы лежали. А у меня такие были лыжные ботинки. 6, 7, 10 километров. Ходили тогда... Лыжники. Лыжники, туристические походы. Нет, в туристические походы никто так не ходил. Вот в таких они ходили в 59-м году. Такие же ботинки? Нет. Да, как нет? А какие? Вот такие же ботинки. Да, мне кажется, это беговые. Это беговые ботинки. У меня такие были точно. Беговые, они ходят в лыжах. Конечно, это... Нет, я не имею в виду вот с этой штукой. А я имею в виду, такие же ботинки были. Прям такие же были. А, в смысле, ботинки из кожи. Ну, может... Да, да, да. И неутепленные. И да, неутепленные. Вот такие же и были. Просто подчеркнены. Вот это подкрепление, да, подкрепление вот этой штуки не было, как она есть. Ольга Антон, как называется? Вот эта подошва, которая выступает. А ботинки точно такие же, кожаные, были. Они их утепляли сверху этими чем? Гамашами, да. Я тоже буду утеплять на ваш бахилами. Вот, снаряжение, кстати, вот. Штормовка-то это выяснили? Ну, очень плотная ткань в штормовке. Вот рубашка-ковбойка. Она применялась в качестве утеплителя среднего слоя. Было нижнее белье у них. Вот это вот была верхний слой ветрозащита. Вот утеплитель. Вот именно вот нижнее белье. Вот эта ковбойка плюс брезент. Они шли так по лозе. Вот именно. Все, больше ничего на них не было. Да, я помню. Брезент, капюшон, шапочка. Вот видно рубашку эту. И нижнее белье не видно. Как это называется? Ковбойка. Ковбойка. Нет, сама ткань. И дело в том, что... Не-не-не-не-не-не. Ковбойки... В 59-м году ковбойки делали из четырех видов ткани. Вот это не ковбойка. У ковбойки было три пуговицы только. Куда-сюда. То есть дальше она не расстегивалась. Это уже более современная рубаха. Ну, это обычная рубаха. Просто она современная. Она в клеточку, как ковбойка. На самом деле это не ковбойка. Потому что есть стандарт 58-го года, как шили ковбойки. Я точно знаю его. У меня даже есть это. Эти как они? Выкроеки, эти сила. Это определенная мода была. Ну, я ши. А вот я сейчас берусь. И шили. Три ее, из четырех видов различной ткани. Леплые, плотные ткани. Из фланели как раз не шили. Не шили? В 58-м году, да. А из какие? Из фланели, возможно, потом, может быть, и стали шить. Хлопок, что ли? Какой-то... Там, по-моему, шестяной. Обезент какой-то. Ну, короче, я сейчас точно не могу сказать, могу соврать. Ну, четыре вида. Если надо, я могу все это выставить. У меня есть. Интересно. Интересно. Дело в том, что вот... Неизвестно, насколько была плотная рубаха. Она была... То есть, утепляющим, средним слоем. Вот это вот очень тонкая рубаха. Так вот. Но это не ковбойка. Кресть не пришли бы он такой... Он очень был у них длинный. Ну, для такого количества дней. Они явно отставали от маршрута по... То есть, вы считаете, что вот они реально могли там пройти? Да, могли, конечно. Да, да. То есть, вот даже... Я говорю, я сейчас вот готовлюсь ко второму февраля. Предыдущих, походу, смысл, они были более сложные. То есть, как бы там не наступили. Ну, как бы, да, тяжело. Потому что столько много версий, они ходили другой рекой, они ходили вокруг, они не могли там пройти. Да нет, это... Сейчас это... Алексей, еще вопрос можно задать. Вот они бы могли пройти. А вот Стас с таким количеством вещей смог бы этот маршрут пройти, который он с собой набрал вот сейчас? Стас с таким количеством вещей смог бы пройти без проблем? Нет. Но по... Это же было давно, сейчас приходят современные технологии нам на помощь. Вот, например, вот альпинисты, которых в Димлай, они нанимают там местных жителей Шерпов. Да. Все им нанимают манси. Вот, то есть Стас и три манси на снегоходах. Весь поселок со снегоходами. Алексей, а вы же шли без саней, да? Без саней, да. Там с санями по лесу они пройти. Там же вот так идут. В том числе альвина там. Они по верху хорошо идут или по речке. Или по тундре какой-либо. Да, да. А там они цепляются, там всякое... Ты разогнался, я тебе тут... И вот так вот с разгегу на спину, ну то есть... На самом деле технология попадания на крепе, это вообще никак не изменилось. Так точно так же реками идут. Да. Вот на Пупы, Полоце Ули и вперед. Так а если река-то не замерзла? Алексей, а вещи Юдина какие-то есть? Вещи Юдина есть его... Простив, они в сейфе. Слушай, я не взял ключей, я могу от ее будете возвращаться, я потом покажу. Там его много. В сейфе? Да, ну вот нет. На гитаре поеда. А, это же эти самые... Это же скаутовские. Скаутовские, да. Да, вот это все скаутские, все. Короче, рядом с скаутов нашей дыркой. 2003, 2005, 2007 год. Воспитывали. Здесь, короче, воспитываю. Сейчас, на новом деле, да, лагерь? Да, его делают, да. А сейчас его... Сейчас его детика, которые... Шакли, а сейчас мы можем туда это самое, доукнуть. Да, это место очень коварное. И такие места, конечно, люди, намного. Здесь вот эта мандолина, которую в те годы брали с собой. Сейчас берут диетары, но... Вот эти мандолины, вещь, как раз, более удобная. Какого она года? Что-то просто... Ну, это она современная, да. Давайте на кухню, нам время... Аутентичная. Пошлите, надо успеть попить. Мандолина? Одна полка, три струна, я хозяин, вся страна. Чья? Исполнитель дипломной работы. Это Кунцевич, дипломная работа. Дипломная работа? Юрия Кунцевича. Давай сфотографируем. Константиновича, обязательно. Чего себе. Задание. Водитель, Микки, Виктор. Распределители. Ну, по минералам, он бы по минералам. Чего себе. Вот раньше дипломная работа, тут были книга. Спектрометры какие-то. Интересно. Да. Прямо интересно, действительно. Свердловск, 1980 год. Дипломная работа Юрия Кунцевича. Куда? Чего? Дальше пойдем в следующую комнату. Вот мы когда заказывали, только что крестки не старые были. Нам говорят, что? Ну, что? Идите нафер. С такими заказами. Это вам надо на юге. О, какие тормоза старинные. Да, это еще. Все хорошо, но одно опасно. Да. Сейчас из макресения эти самовары в голову налегают. Маленькой магнитуры. А что в Перми тут было из макресения? Ну, там не стоять, просто подними и все. Правильно. И вот тут тоже под книгами завалится. Традиционное чаепитие перед походом. Олег, а что будет? Чай, кофе. Олег. Что будет? Чай, кофе. Олексей, не знаю, помнит нет. Вот там, где сидит сказ. Вот на этом месте, на этом диванчике. Убился есть Юрий Федорович. Вот он здесь сидел. Вот размышлял, что случилось на Перевале. Но я не забуду, эта квартира, она без алкогольной, здесь алкогольной не пропускается. Юрий Федорович был исключением, он попался в бутылочку пива, сидел, подъягивал это пиво, все там обсуждали. Представляю, здесь беседы были вообще. Ну, однозначно все лавину отрицали здесь, в этой квартире. Нет, здесь сидел, на этом месте сидел тот самый Ггений Вадимович Буянов. Я помню этот момент, когда он сидел вот здесь, и он мне визитку свою дал. Это было, знаешь, как вот боги спустились с олимпа, да, нажали тебе руку, сказали, ну ты это, помнишь, что лавина сошла. Но он именно в таком духе общается. Один лавинщик здесь точно был. Хорошо. Я, значит, я попал на это место. Вот второй. Я его очень уважаю. Тут тоже станет визит. Буяново очень большой трудом. Тысячи людей здесь побывали. Очень большой трудом породил. И всего два лавинщика. Да, да. Она говорит, да. Интересно как. Я в институте работаю. У нас работает Буянов, который как бы вот с лавиной... То есть она его знает. Я вообще тем не интересуюсь, но он говорит, ты мне книгу подарил, почитай. То есть... Продвигаем. Питер город маленький. Ну она сейчас верит в лавину. Она работает, всегда вместо работы в этой лавине. Она мечтала. А ей так как-то вот... От нее далеко. Он говорит, он мне вручил. Это я налила. Олег. Олег. Я не знаю, с каким успехом. И что там с ними получалось. Но мы бегать-бегали. Естественно, и зимой. И Вижай, там N240 учреждения. Это усилий. Это центр для местных жителей. Это вот центр вселенной. Там Иргель, это где-то было, ну так, далеко. Свердловск, это... Ну вот там вот звезды, Свердловск, это примерно на многостоянии. И там вот вся... И там вот эта... Вокруг колонии вся жизнь крутилась. И было много людей вообще, которые, ну, по каким-то причинам там отсидели. И оставались. Выходили. И куда ехать? Здесь их все знают. Здесь у них вся жизнь. Оставались здесь вольно... Наверное. Все-таки и ядовцы, ну, встречались с Вольным, с рабочим. Немально, что там хорошо им жить, ну, и Тайга, и Лея. Ну, быт устроен как-то, да, конечно. На большой земле чует, там как-то дружа. То есть, как ни странно, эти глухие места, привет, там были-то как бы так они... Ой, я уже забыл, что рассказывал-то. А, в избушке. Пошли по... В избушке. В избушке на Чуэн. В избушке на Чуэн. Да, мы там все очень плинчевали, там это сам, ну, как бы все в порядке. Оставили, ушли. Ружье почистили. Да, да. Печатки сняли? И думали-то, что мы ушли, и нас тоже не видел, потому что, ну, на обратном пути уже идем, там, через неделю или через полторы. А, так это вы в нашей избушке жили. Я говорю, а как вы узнали? Так в Тайге же все известно. Все понятно. Ну, тем более они охотники. Да, они там живут, да. И они, ага, там мальчик прошел, там лень пробежал, там это сам, ну, то есть у них... Так, вот Стас взял с собой две пары, вот для него еще приготовили бешок с лыжами. Так, вот это укрепление, это военные крепления, в то время они были для самых... Мы были в лагерях, мы... Не-не-не, это прыжковая. Ну, мы их, в общем, таскали из лагерей, из военных, смыслов. А, ну, может быть. А вот эти продавались в магазинах. Спорт... Товары? А, спортовары. Вот это... Все, выезжаем дорогу. Да. Так, подъехали. Вот вторая машина, второй автомобиль. Это мы где находимся сейчас? Никто не знает? Встретились со вторым автомобилем. Невьянск. Невьянск. Это Невьянск. Невьянск, это что такое? Невьянск, это демидовские заводы. Невьянск, это вообще вотчина демидовых. То есть штаб-квартира вот этого клана древних олигархов уральских, она находилась именно здесь. Но мы, к сожалению, его пройдем мимо, то есть трасса проходит. Это первый завод, который демидовы купили. Федор Первый им как бы его... Здесь есть замечательная, потрясающая падающая башня. Наклонная. Наклонная. Демидовская. Ну, она... Да, падающая, это неправильно. Наклонная, конечно. Вот. Но мы, к сожалению, его не увидим. Хотя этот город стоит того, чтобы побывать. Здравствуйте. Александр, да. Здравствуйте. 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 Очень приятно. Андрей, Виталий. Олег. Влада. Вы кто? Олег. Олег. Здравствуйте. Виталий. Как? Виталий. Виталий. Очень приятно. Даже все забыло. Мы запомним друг друга за 12 дней. Это да. И вот они все стрижились. Вот они. Ольга. Вот они все. Влада. Очень приятно. Привет. Виталий. Здравствуйте. Ну что, посещайте туалетные комнаты, пейте чай. А кушать мы будем, я предлагаю. Что-то дело. Ну вот как мы уже в Миланах проверено. Это хорошее. Это через сколько часов? Ну не часов, я думаю, часик, наверное. Сейчас мы приедем 80 километров, там получается 100 лишних. Но недалеко. Там просто проверенное место, где нормально. Я обычно кашу там беру, что же кашу. Александр все знает. Я всегда кашу. Все, все зафиксировали. А у вас в вашей машине какая версия? Версия чего? Ну, против. Ну, если половину не поддерживаете, то мы что-нибудь. Мы против. Не нашли до этого. Вы уже против лавиной версии? Я вообще сейчас даже не знаю. И невкус. Не ваш полезный. Так, ну что, мы идем тогда это, понечко, к УАЗику и встречаемся. Ну, мы обязательно это обсудим. Прямо на месте, да. Сейчас пусть он нас обгоняет. Не попался он на крючок. Я такой, я такой, ну, нет, не получилось. Наши пошли. Нас обогнали. Он смог. Ключаться, машины на перевал. Дальше нас ждет езжай сегодня. Как настроение? Вперед, отлично. Очень хорошее. Каждый чашка чая. Заедем еще в пару кафе. Теплый. Почему в пару? В пару десятков кафе. Что немаловажно. Вот у нас красивые девушки тут. Рост убили, короче. Вот и все. И вот. Мы на ребрами. Немножек спуск. Немножек спуск вниз. Почему замерзнут? Почему замерзнут? Внизу костер. Внизу дрова. Почему замерзнут внизу? А лучше убить три человека, прийти в УПИ и сказать. В УПИ скажут. Вы что делали? Вы могли их спустить. А вы что делали? А они скажут. А мы не стали спускать. В палатку, забрать теплые вещи. И уже три человека ты уже не спустишь. Они слягут и больше нет. Можно вопрос? А вы читали про поход в это же время в Сокрино? На приполярный Урал. Читали? Может быть когда-то читал. А вы знаете, что у них в это же время, кстати, у группы Сокрина должен был идти Золотарев и Кламакоров. И вы знаете, что у Сокрина сгорела палатка. Ну и что, у него не было троих раненых на склоне. Сгорела палатка. Да в этом дело. В этом дело. Что они рискнули всей группой, чтобы спасти трех человек. И ушли вниз. В надежде на бустой возврат. Их план был такой. Я отвечаю на вопрос нашего уважаемого гида и водителя. Их план был такой. Доходим до леса. Это ваши домыслы, а не их план. Не надо, я расскажу. Это ваши домыслы. Приложение. Значит, уважаемый Станислав-то расскажет до конца, а потом я ему задам один вопрос и забью его версию. Хорошо, давайте. Доходят они, их план такой. Мы доходим до леса, там оставляем раненых, разворачиваемся и бежим сразу к палатке. Это простейший план, который на самом деле там легко реализуем. Если 20 минут, там 24 Алексеенков идет до кедра, то есть они рассчитывают, мы с ранеными, вот два раненых идут, переставляют ноги. Мы с ними выходим, значит, Дорошенко несет на плечах эту, какую, сину. И мы выходим с ними, и мы через, ну не 25 минут, но через 40 минут мы внизу. Мы пришли, мы расшигаем костер, оставили там раненых, разворачиваемся, и какие мы бы не были, в носках, не в носках, мы прибегаем к палатке и начинаем ее откапывать. Собираем снаряжение, спускаемся вниз, начинаем помогать раненым. И мы эту проблему, нашу проблему, мы решили, мы не можем их троих оставить там на склоне, чтобы они там замерзли. Потому что они слягут, и ты троих уже не спустишь. Так тебе нужно нести одну Дубинину, а так, ну, а так нужно будет нести еще два мужчины. Они там не смогут, их просто не смогли бы спустить. У них единственный был план, это быстро выйти, ничего не копая, только откопать раненым одежду. Потому что они это понимали, что раненые пойдут недвижимые, они дальше будут где-то там лежать, им нужно откопать одежду. Они вложились, откопали раненым одежду, но ничего не копая себе. Они взвалили кто кого на плечи и повели их вниз. И был план такой, они проходят, но внизу их ожидало что? Внизу, во-первых, при таком быстром развитии событий все факторы не просчитаешь. Они вышли вниз и планировали, что раненые дойдут до леса. А раненые дали 800 метров следов. И упали там, и что делает группа? Она вместо 40 минут, которые они должны попасть к деревьям, они может там их волокли 3 часа. И голые. Они дальше приволокивают их к деревьям, а там раненые дальше не могут идти, там наст. У них уже кончились силы, они их ниже спустить не могут. И вверх, им нужно теперь выбирать варианты. И раненых, понимаете, у костра не оставить. Где наст в лесу? Нет, наст кончается посередине пути. Что за 800 метров следов, я не понял. Ну, по уголовному делу, на 800 метров идут следы. Где, где так написано, ну-ка, я скажу. Ну, следы идут до гряд. На грядах прозреваются, потом продолжаются. Ты же не читал уголовное дело. Ну, конечно, я не читал. 800 метров следов. Да, 800 метров следов именно. А если следов нет, то тогда, по моей версии, это еще проще. Их могли волочь с самого верха. И могли это делать. Потому что там мужчины, и там руководитель, и они обязаны это делать. И я вам скажу еще круче. Если Дубинина даже умерла на склоне, но двое есть целых, они обязаны нести мертвую Дубинину вниз. Она еще теплая. Они не знают полностью ли она умерла или нет. Она еще теплая. Они обязаны выйти и нести ее вниз. Потому что они придут в УПИ и их спросят. Это пологая гора. И вы что, там троих их оставили? Вы что, их не могли спустить? Они вынуждены были выйти и их спускать. И Саша, я знаете, чтобы они очень посмотрят, как вы сбегаете туда-обратно, на плечах кого-то скормоздив, и там побегаете по поиску. Ну, если я сделаю это один, то это будет уникальный эксперимент. Потому что там трое мужчин, извините меня. А я сделаю это, если я спущу мешок хотя бы на 800 метров следов, то значит я сделаю это один. Не побегаете в лесу по пояснику, прославляя. Не было 800 метров следов. Очень интересно посмотреть будет, просто как это вы сделаете. Нет, ну тут надо сказать, что он же предупреждает, что там обои три часа за него. Да. Это за три часа. Но не в этом дело. Да. Значит, давайте мы его послушаем, и сейчас будет похороны и версии. Да. Значит, смотри, значит, получается, их спасательные действия, да, друг друга, себя там, с того, что они выкапываются из вот этого всего, да. Да. И вот когда нас заваливают снегом, да, вот так же это с нами случилось. Да. Наша задача, чтобы поскорее вылезти наружу, да, кислороду. Да. Правильно? Поэтому они все голые, они в чем спали, в чем вылезли. Вот я сейчас, я сейчас, выжите, я по логику сейчас пытаюсь соблюсти. Да. Значит, вы когда начнете вылезать наверх, в какой-то и в панике, и в темноте, да, вы что с собой наверх потащите? Вот что. Ничего не смогу тащить, мне дышать нужно. Правильно. Да. Ни кто из нас ничего с собой не потащит. Да. А как тогда фонарик оказался на крыше палатки? Фонарик лежал у них в кармане. А там не только фонарик. Фонарик лежал, и я объясняю этот факт, Алексей. Вы не думайте, что эта версия настолько простая. Значит, если они уходят вниз от палатки, то они, когда назад пойдут, они должны на склоне палатку найти. А значит, они должны у палатки, которая засыпана снегом, поставить ориентиры. А что такое фонарик, вложенный на палатке в снег? Он свидетельствует о том, что лавина уже была, и снег уже был на палатке. И туда вставили фонарик в направлении вниз. Если ты подходишь к палатке и условно на склоне ее видишь, и если тебе повезет, и у тебя еще горит фонарик, то ты ее быстро найдешь. А быстро найдешь, это значит быстро соберешься, быстро снова спустишься к раненым, там разобьешь палатку и прочее, прочее. Именно поэтому подняты упавшие лыжи, и они связаны, это не запасная пара лыж. Эти лыжи стояли на средних растяжках, и они, лыжи, связаны. Поправлена передняя стойка, и лыжи привязаны стоящие к передней стойке, потому что создана группа ориентиров, по которым нужно идти. То есть это они сделали? Это они сделали. И они невольно... Смотрите, они когда вылезают из лавины, их задача спастись. И они не могут думать, что через 30 лет или через 50 будут разгадывать трагедию. И давайте-ка мы оставим следы лавины, а не будем их маскировать. Они невольно своими действиями маскируют следы лавины. То есть мы приходим... То есть вы серьезно думаете, что откопавшись из лавины, вы не будете доставать вещи теплые, утепляться, а будете поправлять стойки, в надежде потом вернуться. Ну, я думаю, что если у кого-то из участников нашей группы будут травмы, то у меня будет не до этого. У меня будут волосы дыбом торчать от того, что поромят. Вот это я и прочитал в его версии. Полная фигня, правильно? Ну, это личное мнение. Я считаю, что они от стресса даже там не ощущали холода, потому что это просто гигантский стресс. А стойку от стресса они поставить все-таки смогли? Да, но это создание ориентиров перед выходом. Каких ориентиров? По которым найти баллок. Стресс живут. А они были походники и тут. И попались в такую детскую ловушку. В 58-м году они пережили, мне присылал портоломей материалы по поводу их похода на Полярный Урал. И они пережили страшный буран, просто страшнейший буран, закрываясь, просто палатку было не поставить. Вы думаете, понимаете, вы рассуждаете, как... Стас об этом не знает. Как человек вообще не турист и не походник. Ну да. Понимаете? А Игорь был человек находчивый и готовый к таким ситуациям. Ну, туристы и походники тоже дают ошибки. Нет, Золотарёв был фронтовик. Он работал инструктором на базах, не на одной. Причем, по-моему, где там, на Украине, да, как раз-таки погибла группа от такой лавины. Да. Но не он был инструктором. Он знал про эти лавины. Понимаете? Они бы не действовали так. И есть четкое правило не уходить по ходу лавины. Четкое правило. Но там вот такой лавины нет, которая бы тебя догнала. Во-первых. Во-вторых, у них раненые. Они не могут противолодочными фельдзагами прыгать. Догонит, не догонит. Ну, потому что ты же видишь, что засыпало только яму. Так. Ты её копаешь. Ты её копаешь и достаёшь вещи. Это получается, что здесь они лавину боятся, а здесь не боятся. Почему они боятся? Потому что они... Почему боятся? Потому что... Нет. Если она сошла и упала в отряду... Они не... Больше этого... У меня в этой версии вообще нет, что они боятся к палатке вернуться. Давайте вернёмся к тому, что просто и понятно. Да. Фонарик был в кармане, поэтому они его использовали, да? Да. Вопрос. А кто будет спать вот с таким вот железным хреном в палатке? Вот давай мы тебе положим на ту ночь в карман какой-нибудь большой, тяжёлый, ну не тяжёлый, просто большой, на тот же жёсткий предмет. И посмотрим, в какой момент ночи ты его решишь выложить и положить там в изголовье, допустим, там в ног, но не спать на нём. Ну, дело в том, что... Я всё из кармана... Это всё о ночёвке в лесу, в спокойном состоянии. Когда ты ночуешь холодную ночёвку на склоне, у тебя через минуту, через минуту может произойти то, что угодно. И ты не можешь думать о том, что как бы тебе неудобно спать фонариком и с ножом на поясе, ты должен с ним спать, потому что через минуту может произойти всё, что угодно. Всё правильно, когда ты спишь в холодной палатке, самое лучшее, что надо сделать, это положить побольше металла к себе поближе. Да, да, и положить ценные фотоаппараты с плёнкой, к себе под голову и на грудь, потому что это очень ценная техника. Вот поэтому вся фигня вот эта вот, которую ты сейчас сам себе противоречишься... Я по отношению к другим версиям не допускаю себе таких слов про фигню и там... Так это не версия, ты сам себе противоречишься. Это на вашей совести. Сам себе противоречишься. Я точно так же вам могу сказать, что это историческое как бы событие. И вы дилетанты в анализе фактов. А, нет. Стас, а вот я не делаю просто никаких версий. Ну, я дилетант в туризме, но я профессионал в анализе фактов. Ну, это надо... Понимаете, патология должна быть подкреплена опытом, а у вас его нет. И поэтому вот у меня нет опыта, и я не делаю никаких выводов, и не строю никаких историй. Ну, возможно, кто-то прочитает эту версию, кто имеет опыт. Я надеюсь на это, надеюсь, продвигаю эту, насколько версию, насколько могу. Ирина, можно я скажу? Спокойно, без там каких-то выпадов чужих. Я сейчас послушал и запомнил два важных момента вот из этой версии. Во-первых, люди под стрессом не взяли одежду, потому что они под сильным стрессом. Нет, они не взяли ни под это. Но они поставили стойку. Потому что не было времени. Дай мне сказать. Да, да, да. Но они под этим же стрессом скрыли среды лавины, поставив стойку палатки. Да, потому что это важнее было, чем одежда. Дальше. Если ты не находишь палатку, потом попристи назад. Да дай мне сказать, ты елки палки. То есть смерть вообще всей экспедиции. Но я же слушал тебя. И второй момент. Замерзая, ложат в карманы железные крупные изделия. Почему они замерзали? Они там спали под одеялами. В холодной палатке ложат железо к себе вплотную. Все разделись в холодной палатке. Но это вообще, вот давай на склоне положишь в карманы себе много железа. А куда вы положите фотоаппарат? И печь не будем топить. А куда вы положите фотоаппарат? Кинете в ноги, вы положите его под кортку. Послушаем. Да, если сойдет снег, этим фотоаппаратом сломает ребра. Знаешь, куда ложат фотоаппарат? Да. На ночь? Да. В тамбур. А что за тамбур? Какой тамбур? Просто в тамбур. В театровской палатке какой тамбур? Что за тамбур? Я тебе про свой фотоаппарат говорю. А вы представьте себя... Его не надо греть. Ты, Олег, представь себя в театровской палатке. Стас, фотоаппараты не греют. Ну, как же не греют? А где еще раз говорю? Ну, как же не греют? Их просто ложат на холод ночью. Хорошо. Батарею ты можешь вытащить, положить в тепло. В аппарат в тепло не ложат. И он отмерзнет. Дальше утром ты его возьмешь. С каждым его... И он даст конденсат. И там сгорит плата. Почитай по этой теме, как люди кидают с аппаратами. А потом ты его положишь к телу утром. Не положишь ты его к телу. Чем и утром, так к телу. Его нельзя ложь к телу. Стас. И как раз на постоянной температуре на холоде. Ага, держать на холоде. Стас, так все туристы делают. Это как раз опасно уже. Ты изучи сначала туризм. Я не против. Я принял все возражения. Как техника себя ведет при припадке тела. Я не вижу никакого существа. Я просто много раз на это внимание обращал. Как обращаются с техникой туристы. Надо фотоаппарат держать в холоде. Обязательно. Его нельзя в тепло. Преломку тоже держать в холоде. Потом будет конденсаты там различные. Нельзя. Ты видишь, широкий перелом. Перепады делают. Мы снаружи палатки видим несколько предметов. Тапочки, какая-то шапочка и рулон кинопленки. Моя версия такова. У Дубининой на груди вот этот рулон кинопленки. Ну, рулон от кинопленки. А в ней фото пленка. Если сходит пласт снега, он ей широким предметом ломает. Так, остановились на заправке. Стас вышел из машины расстроенный, обиженный. Но все идет по плану. Первое наше задание, которое нам дали, мы выполняем. Это психологическая совместимость группы на четвертый день. Это Стас Евдокимов, который неизвестен группе, так же, как и Семен Золотарев. И посмотрим, как он после нашего троллинга будет себя чувствовать на четвертый день. По некоторым версиям, Семен Золотарев выгнал всех из палатки. Он мог себе такое позволить. Он был очень такой крепкий мужик. Стас Евдокимов такой же, очень похож. Он тоже может нас ночью выгнать из палатки. Он может, наоборот, сам уйти из палатки, обидевшись. Может быть, различное развитие событий. Мы все эти варианты просчитываем сейчас. Естественно, Стасу об этом не говори. Это первое задание. Так, Ирина что делает там? Связь у всех появилась. А мы где находимся сейчас? Вывдели. Мы уже вывдели. Вон, Алексей заправляет машину. Стас скоро вернется. Продолжим эксперимент. Вот он идет. Вот он идет, Стас. Он очень расстроен сейчас. Да. Разнесли его лавинную версию в пух и прах. Но он держится. Держится. Он держится, но уже из последних сил. Я чувствую, мы скоро пешком пойдем. Еще буквально минут 20 и все. И я предлагаю сегодня прекратить продолжение эксперимента, чтобы он успокоился. Чтобы он успокоился просто. Я предлагаю доехать до места и уже как бы глазами посмотреть на все. Я даже боялся, что он сейчас не вернется в машину. Скажет, можно я с вами поеду на той машине? Да. Или вообще пешком пойдет. Ну ладно. Да. Ладно, все пока по плану. Едем. Как и было запланировано. Все отлично. Наконец-то подъезжаем к перевалу. Приближаемся. Памятная доска. Ну до перевала. Далеко еще до перевала. Пока что на машинах приближаемся. Так. Угу. Дальше уже будем. Иванищенко, Люда. Рустем. Работал с проловленной головой. Почти приехали. Почти приехали. Почти приехали визжать. Вот уже начало. Сейчас заедем. Я сумка. Прибыли. Александр, смотрим. Прибыли. Опа. Мы прибыли. Всем привет. У нас заезжает. Кстати, не сильно поздно. Сейчас. Сколько? Сколько скажу. Полдесятого. Двадцать один. Двадцать пять. Это с учетом того, что мы подразразиливались в МЧС. Останавливались много раз по пути. Сейчас Влада вас встретит, заселит по комнатам, по номерам. И будем ужин делать. А еще я уточнил. Минус семь температура. Минус семь. А скорость ветра? Скорость ветра небольшая. Вообще нет, по-моему, ветра никакого. Заселились на базу ЧИСТОП. В номера в ВИЖАИ. Офигенная кухня на базе ЧИСТОП. А это что там такое? Двиза. Ооо. Это жарко. Офигаси. Ааа. Сейчас разогреваем, покушаем. ВИМ-меню. Да, то есть у вас там всех ЧИСТОП. Это видно, например, нет, да? Чего? Ну, взяла, казалось от счастья. Да, я уже реже. А вот. Я вообще... Прорыв управления. Нет, который вот ему приводят со скорой. И вот он принимает там. Я работаю только со скорами. То есть привозят там всякие варианты. И вот. То есть есть Кулановые. Я поступил с рыжей, кто-то поступил. Кто-то... Я все на катастрофу поступил. А у меня, да. А у меня вот, да. Нет, они просто базируются... Где вертолет? Нет. Что еще? Боюсь спросить, жарко это... Это вот здесь. Это? Это вот здесь. Вот здесь. Серьезно? Продолжение следует...